В 1882 году было рассказано, что 41 720 подкидышей из московского дома жили в 32 тысячах семей, разбросанных в 4 418 деревнях. В дюжине деревень было более 90 приютных семей. Дэвид Рансов. Часто из виду упускается одна вещь. В 1800-х годах был принят ряд законов, которые практически делают невозможным незамужним матерям содержать своих детей. Реформа закона о бедных 1833 года ввела статьи, где вся ответственность за незаконно рожденного ребенка перекладывалась на мать. Это социальное клеймо означало, что она не сможет обеспечить уход за своим ребенком и будет вынуждена передать его властям. Что еще хуже, объявления об усыновлении или уходе для медсестер стали очень популярными в газетах. Как указывали многие исследователи, это было прикрытием так называемого детского фермерства или платного убийства. Дороти Хайер заявляет, что объявления могли вводить в заблуждение широкую публику, но читалось как зашифрованное послание незамужним матерям. Никаких рекомендаций не требуется и не предлагается сумма 15 шиллингов на содержание младенца или больного ребенка. У больного ребенка или младенца до двух месяцев было всего меньше шансов выжить, а хранить младенцев было дешевле всего. Младенцев забирали без каких-либо вопросов и было понятно, что за 12 фунтов никаких вопросов не ожидалось. Сделка между матерью и фермером младенцев обычно происходила в общественном месте, в общественном транспорте или через посредника. Никакой личной информацией не обменивались. Деньги были выплачены и сделка завершена. Мать знала, что больше никогда не увидит своего ребенка живым. Твордела от бастарды и дети викторианской армии. Большинство детей не были убиты, а были брошены у дверей детских или работных домов. Все дети, принятые в эти учреждения, получили совершенно новую личность. Им предоставляли приют, еду и одежду временно, а затем отправляли в работные дома или другие локации. На фотографиях в 19 веке их было мало, но к концу 19 века мы увидим больше фотографий. Последним континентом, где произошел такой массовый исход сирот, были Соединенные Штаты. Именно здесь мы видим эти доказательства. Сиротские поезда. Первая группа этих сирот прибыла в Мичиган в 1854 году. В рамках этого движения сотни тысяч детей были отправлены по всем штатам. Закончилось это в 1929 году. Официально в 19 веке начитывалось более 97 учреждений, занимающихся сиротами и поездами для сирот. Опять же, это было не только в Соединенных Штатах. Тенни Макферсон вошла в историю, обманувшая более 100 тысяч подкидышей и отправившая их из Соединенного Королевства в Канаду, Новую Зеландию, Южную Африку и даже на край земли, в Австралию, чтобы продать их детский труд. Почему мы видим так много детей-сирот в работных домах? Почему они работают с машинами, созданными для взрослых? Не было достаточно взрослых, чтобы выполнять такую работу? Есть еще одно странное обстоятельство в американских парках развлечений на рубеже 20 века. В дополнение к аттракционам и выставкам, многие из этих парков отличались необычной достопримечательностью. Посетители этих мест, прогуливаясь с мороженым, могли заскочить на эти станции. Это посещение эквивалент посещению полностью функционального отделения и интенсивной терапии отделения для новорожденных. Это инкубаторы, заполненные спящими недоношенными детьми. История была благосклонна к Мартину Куни. Его возносили как героя. Он стоял за этими инкубаторами. Его первая встреча с недоношенными детьми, как нам говорят, произошла на всемирной выставке 1896 года. И он сразу понял, что выставка спасет жизнь младенцев. Технология выживания младенцев была дорогой. И он знал, что публика заплатит, чтобы увидеть младенцев в инкубаторах. Он брал плату за вход в парки развлечений для сбора средств на продолжение жизни этих детей. А медсестры ухаживали за этими детьми. Восхищенная публика смотрела на них, как на любое другое развлечение. Выставки недоношенных детей включали карнавальных зазывал, пытавшихся привлечь публику посмотреть на детей. Не знаю, как вы, а я нахожу что-то очень неприятное в этих рекламодателях инкубаторов с живыми младенцами. На многих ярмарках, где Куни показывал своих детей, также были представлены выставки по Евгенике. Евгеника – это область искаженной лженауки, поддерживающая селекционное разведение для улучшения генетических качеств человеческой популяции. Евгеника была вдохновлена дарвинизмом, была движущей идеологией, подпитывающей иноцит. Почему люди платят за то, чтобы увидеть живых младенцев, как будто никогда раньше они не видели этого? Разве у людей того времени не было своих детей? И где родители этих младенцев? Как в 19 веке появилась технология, позволяющая таким образом поддерживать жизнь этих недоношенных детей? Еще раз что-то не так. По официальным данным, в этих парках развлечений лечилось 80 тысяч недоношенных детей. 80 тысяч сирот в 19 веке. Едва ли можно поверить, что женщины действительно были такими беззаботными. Была ли в Америке вообще такая численность населения, чтобы оправдать эти 80 тысяч недоношенных детей? Мы говорим здесь не о сиротах, а о младенцах, родившихся преждевременно. Рассказ неубедителем. Реально непостижимо. Откуда взялись все эти дети? Более тревожным является прошлое Куни. Как отмечают многие историки, у него не было медицинского образования или подготовки. Его история очень похожа на историю неубедительных филантропов, коих мы можем увидеть и сегодня, и кто также не имеет медицинской степени. А еще есть Мари Дресслер из канадского немого фильма и кинозвезда эпохи депрессии. Она усыновила одного из этих младенцев из инкубатора. Ах, знаменитость и усыновление! Официальная версия удобно оставляет нас в стороне от ее истории и говорит нам, что у нее, возможно, была дочь, которая умерла в детстве, но фотографии свидетельствуют об обратном. Удочерила ли она своего ребенка из инкубатора на одной из этих ярмарок, это было бы оскорблением за незаконное удочерение недоношенного ребенка. Даже если бы они не были недоношенными, означало ли это отсутствие у них родителей? Кто владел и отвечал за эти парки? И что случилось с детьми, когда они выросли и покинули эти инкубаторы? Если что-то кажется жутко неправильным в этом рассказе об этих парках и сиротах, то это только то, что нам не говорят правды. Почему в 19 веке были сотни тысяч детей без родителей? Откуда они пришли? Почему было переселение во всем мире? Европа, Америка, Россия, Австралия, Канада. Почему? Особенно, когда у большинства из них были живые родители. Если беременность вне брака была таким социальным клеймом, и это приводило к таким травмам, зачем так много людей ввязывались в такое положение? Действительно ли правительство заботилось о социальной морали настолько, чтобы принимать законные усилия по строительству и содержанию детских домов и сетей для переселения сирот? Не будет ли это обременительным для государственных финансов и административных систем? Безусловно, это имело значение. Но вы видите, что за всемирной повесткой дня правительства стояла более важная цель – заселение. Социальный рассказ о целомудрии был всего лишь пропагандой и оправданием для воровства детей. Причина, по которой мы видим пустые города в 19 веке, это потому что они действительно были пусты и лишены населения. И причина их оживления 30 лет спустя – потому что сирот отправляли в эти города для заселения. Вы видите, в начале 19 века произошла своего рода всемирная перезагрузка через депопуляцию, а затем повторное заселение людей, которые мы видим на этих фотографиях. Они не строили эту архитектуру, они ее унаследовали вместе с огромным количеством грязи. Они не только унаследовали это, не имея малейшего представления о том, чем это было на самом деле и кому принадлежало, но и были неосознанно замешаны в перепрофилировании почти всех этих структур. Я знаю, все это не имеет особого смысла, когда вы здесь задаете вопросом, почему, черт возьми, на земле эти города были пусты и полны грязи? Что случилось? Этим правительствам нужно было заселить землю. Я знаю, о чем вы думаете. Все это очень интригует. Все станет яснее по мере того, как мы продолжим наше путешествие. Свидетельство о погребенной инфраструктуре в сочетании с пустынными городами и растущей индустрией сирот – это только начало. Все это необходимые подсказки, намекающие на какой-то катаклизм. Но настоящая история еще не началась. Сначала нужно было подготовить сцену. Даже если вы не видите этого, я знаю, вы чувствуете это. Наблюдая за пустынными городами, погребенной архитектурой и сиротами, все это сигнализирует о надвигающейся тьме. Впереди большое черное облако. И я не буду лгать вам. Мы идем прямо в самое сердце всего этого. И, как я уже говорил, у нас не так много времени. Давай, прыгай. Мне пора выполнять свое обещание, чтобы вернуть тебя в будущее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok